Национальный проект развития образования – это стратегия государства по переоснащению школ и созданию среды для научной и общественной работы учеников. В проекте 10 направлений. Кубань принимает участие в 8 из них. Первый и самый крупный называется «Современная школа». Он предполагает дооснащение и переоборудование учебных классов на новый лад. 4,5 миллиарда рублей федеральных, краевых и муниципальных средств заложены на эти цели до 2024 года. Вы, в общем-то, и без меня знаете, насколько уникальна специфика образовательной среды нашего региона. В первую очередь это заключается в территориальных особенностях Краснодарского края. И, в общем-то, мы являемся третьим субъектом после Санкт-Петербурга и Москвы по количеству учащихся. И, конечно, мы относимся к регионам с преобладанием сельских школ. Нацпроект в первую очередь направлен на выравнивание образования города и села. Мы должны с вами получить современную школу и в столице, и в станице, которая действительно будет растить и выпускать первоклассных профессионалов, которые останутся на нашем рынке труда. Вот это важнейшее направление, которое сегодня стоит перед школой. Уже в 2019 году создадут больше 150 центров образования цифрового и гуманитарных профилей, отметила Елена Воробьева. Они помогут школьникам определиться с будущей профессией и приобрести необходимые навыки. Впервые в этом году мы с вами начнем воплощать эту концепцию в новом формате. На базе организации, имеющих высоко оснащенные ученические места. К концу 2024 года 70% наших школ именно в сельской местности и малых городах обновят материальную базу. И коснется проект 56 тысяч наших школьников. Крупно повезет 570 школам. Во многих еще и расписание поменяют. Образовательные учреждения по нацпроекту должны перейти на одну смену. В Краснодаре, к примеру, вопрос решает строительство новых школ. Начато строительство школы в поселке Молодежном микрорайоне большой на 1100 мест. У нас начато на улице изобильное строительство школы 1000 мест. И сейчас уже выходит из экспертизы привязки школа на гидрострой на 1100 мест. В целом по краю будут возведены школы еще и в Динском, Новокубанском районах и Армавире. Другое направление национального проекта – это популяризация движения WorldSkills. Студенты колледжей и техникумов будут получать азы профессии в специальных классах. Планируется оснастить современным оборудованием 20 мастерских. Кубанские ученики давно и результативно участвуют в соревнованиях профессионалов. И это дает свои плоды. Трудоустройство выпускников мы сопровождаем в течение трех лет. Мониторинг показал, что за последние три года трудоустройство выпускников выросло на 8%. Все призеры и участники движения WorldSkills после окончания колледжа устроились по специальностям. Хорошие показатели демонстрируют и юные техники. За будущее работостроение на Кубани точно не стоит волноваться. Только за прошлый год больше тысячи детей записались в кружки электроники. Через пять лет для них возведут четыре стационарных и десять передвижных технопарков. Построят еще один центр дополнительного образования. По задумке нацпроекта дети не должны заниматься только в школе, а все остальное время тратить впустую. Секции, дополнительные уроки, факультативы, а еще активная социальная жизнь. К 2024-му планируется привлечь еще 20% учеников в волонтерское движение. У молодежи сегодня, которая занимается добровольческой деятельностью, безусловно, есть и свой интерес для того, чтобы получить площадку для саморазвития, получить какие-то коммуникационные бонусы. Ребятам волонтерская деятельность помогает при поступлении. Кроме того, в национальной стратегии обозначен профессиональный рост педагогов, развитие цифровых технологий, психологическая поддержка семей. Комплексный подход к развитию образования позволит воспитать мастеров своего дела, что в итоге скажется на экономике региона, подытожило совещание Анна Менькова. В национальном проекте участвуют все регионы страны. По стратегии Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира. По качеству образования вузы не должны уступать именитым европейским альмаматор. Инна Чайко и Михаил Ласенко, Кубань, 24, Краснодар.